Велась работа по малому и среднему бизнесу, по поддержке тех предпринимателей, которые имеют желание оказывать услуги по предоставлению перевозок речным транспортом и организациям экскурсионных перевозок. Эта работа увенчалась подписанием постановления номер 151 от 14 марта этого года. По данному постановлению предусмотрено предоставление субсидий общей суммой до 6 миллионов рублей. По таким направлениям, как строительство или реконструкция причалов, потому что для оказания этих услуг, безусловно, нужно соответствующие условия для того, чтобы можно было оказывать услуги по перевозке и по ремонту или приобретению самих речных транспортных средств. Причем сюда должны быть вместимостью не менее 60 пассажиром мест. Общее субсидирование составляет до 90% от понесенных затрат, при этом до 3 миллионов на приобретение либо реконструкцию самих речных судов, как я уже сказал, до 60 пассажиром мест. И по реконструкции или строительству причалов до 1 миллиона рублей. Предварительно мы изучали потребность данной услуги, безусловно, прежде чем выходить с таким предложением для подписания этого постановления. Такая заинтересованность есть. Конечно, это связано с развитием города и по повышению его привлекательности, как и туристического центра, потому что река Енисей – это наше достояние. И в этом смысле, конечно, все, что связано с развитием инфраструктуры, связанной с рекой, с нашими островами, это является одним из приоритетов администрации города. Мы надеемся, что поддержка предпринимателей по данной муниципальной программе, она позволит как раз тем предпринимателям, которые не имели такой возможности, воспользоваться этой помощью и создать необходимые условия для развития экскурсионного речного транспорта.